Мы вам представляем Никиту Владимировича Аникина, заместитель генерального директора Музея современной истории России. И тема выступления, пожалуйста, на слайде. Ну что же, уважаемые коллеги, дорогие друзья, приветствую искренне тех, кто продержался до конца непростого дня сегодняшнего. Ближе к концу дня слушать становится все сложнее и сложнее. Тем более, казалось бы, тема в нашем глобальном разговоре достаточно узкая. Во-первых, так получилось, что фактически по запросам трудящихся во время выступления Ремняковна был вопрос про постсоветское пространство. И, ну, может быть, в экспозиции музея постоянной эта тема представлена постольку поскольку все-таки музей современной истории России. Но и в фондовое собрание мы постоянно пополняем в том числе и экспонатами, документами, связанными, конечно, с жизнью на постсоветском пространстве. Кроме того, помимо работы в музее, я еще преподаю в Московском государственном университете на историческом факультете. И моя научная специализация связана как раз с вопросами этнополитики, межэтнических отношений и постсоветского пространства. Тема русской русскоязычной диаспоры на постсоветском пространстве – вопрос идентичности. Казалось бы, тема достаточно узкая, но вопросы, которые я хотел бы постараться озвучить за то время, что нам отведено, являются на самом деле глобальными. Это, во-первых, и само понятие меньшинства, диаспоры, что это такое и какова история. На примере русского и русскоязычного населения тут перечислены регионы – Приднестровье, Гагаузия, Донбасс. Я расшифрую все-таки для коллег, которые не так хорошо знают географию России. Речь пойдет о западной части бывшего Советского Союза. Вот здесь вы видите языковую карту трех республик, бывших советских республик по состоянию на 2009 год. Но это достаточно актуальная информация, процессы языковые не так быстро происходят. Это Белоруссия, Украина еще с Крымом и, соответственно, Молдавия. Вот эти три региона, три бывшие республики Советского Союза, точнее две, прошу прощения, Молдавия и Украина, они будут в центре нашего внимания сегодня. Почему? Что такое Донбасс, Гагаузия и Приднестровье? Это территории юго-восточной Украины, республики Донбасса. Приднестровье – это узкая граница вдоль Днестра, непризнанная республика. Это часть бывшей советской Молдавии, Гагаузия – это юг Молдавии, территория так называемого Баджака. А все вместе вот эта территория юго-запада, юго-западная, юго-запад европейской части бывшего СССР, скажем так, или Российской империи, известна в историографии под общим термином «Новороссия». Мы поговорим, собственно, без краткого экскурса в историю, понять современное положение вещей будет очень сложно. Распад Советского Союза в 1991 году сопровождался тем, что исследователи называют временем взбунтовавшейся, мобилизованной этничности. Одним из центральных идеологем советского государства было понятие о советском народе, о советском человеке. Что это в первую очередь значило? С идеологической точки зрения, и теоретически это разрабатывалось в Советском Союзе, речь шла о преодолении, в первую очередь, межнациональных противоречий и конфликтов. Советские народы, сохраняя свою культуру, языки, народы Советского Союза, сохраняя свои языки и культуру, слились как бы в единую нацию, которая вот эта советская народность, советская нация, она была в отличие от буржуазных стран, капиталистических стран, где межнациональные проблемы впрямую эксплуатировались в целях тех или иных экономических и политических групп. В Советском Союзе это по общей идеологии было преодолено. Это важный идеологический момент, потому что, когда мы говорим о конфликтах на постсоветском пространстве, в том числе межэтнических конфликтов, мы видим, что они в том числе связаны с этно-территориальным делением, которое не соответствовало расселению, этническому делению. Так, например, вот граница между Украиной и Молдавией на юге разделила, например, компактно проживающий исторический регион Буджак или Бессарабия, населенный очень многонациональный. Если большинство населения Молдавии составляют молдаване, относящиеся к говорящим на романских языках, то юг Молдавии и восток, он исторически многонациональный, мы об этом чуть позже поговорим. Так вот, граница прошла прямо посредине между территорией компактного проживания болгар, гагаузов, терпоязычного православного народа и просто между селами фактически. То же самое, например, в свое время произошло и с Крымом, когда он при Хрущеве в 56-м году был передан состав РССР, состав Украинской Украины. Опять же, тогда, хотя население Крыма и тогда, и сейчас в значительной части, большинство, подавляющее большинство населения Крыма составляли этнические русские и русскоязычные населения, то же самое в свое время было и на Донбассе, в восточной части Донецкая, Луганской области, где тоже значительная часть населения, это этнические русские, они были переданы в свое время в советский период состав, допустим, Украины. Часть территорий вот таким образом была поделена, историческая одна территория между Украиной и Молдавией. Ну, вообще по Советским Республикам таких примеров очень много, вот на Горной Карабах конфликт между Арменией и Азербайджаном, да, из-за небольшого горного региона, где, опять же, исторически на него претендуют и армяне-азербайджанцы. С одной стороны, это выглядит как мина замедленного действия, с другой стороны, делалось это очевидно в рамках той самой идеологии, что это не принципиально, к какой Советской Республике, вот какой регион относится, потому что главная задача – это создание единого советского народа, где уже будет неважно, к какому административному региону вы относитесь. И до поры до времени это, собственно, проблемой и не являлось. Вот, если говорить о цифрах, то по состоянию на 1991 год всего в СССР проживало порядка 145, около 146 миллионов русских. Из них, по переписи 1989 года, на Украине проживало порядка 11 миллионов, а в составе Молдавии, ну, Молдавии значительно меньше, около 500 тысяч. То есть, это, вот и сразу же, одномоментно, после, я сейчас не говорю про русское население, допустим, Казахстана, Средней Азии, Прибалтики, только вот про страны, о которых мы говорим, Украина и Молдавия. 11,5 миллионов – это, в общем, население приличной европейской страны. И, единомоментно, после 1991 года эти люди оказались людьми без родины, фактически. Причем, здесь мы переходим к очень важному разговору, что, в принципе, вот русское, русскоязычное население Украины и Молдавии, оно, это, как бы, не мигранты последних, вот, нескольких 10-20 лет. Это, в общем-то, старожильческое население, которое формировалось здесь веками. И с чем же, какова была, в чем еще особенность Украины, украинской и молдавской истории? Это в том, что с разницей буквально в 20 лет на территории двух стран, бывших советских республик, где, в принципе, исторически отсутствовали какие-то либо серьезные предпосылки для межэтнических столкновений. А дело в том, что, например, молдаване, они, несмотря на то, что они относятся к романской семье языков, в историко-культурном плане с 14 века проживали в очень плотном союзе с восточными славянами, с населением Древней Руси, которая после татаро-монгольского нашествия бежала из южно-русских княжеств сюда за Буг. И, во-первых, здесь население, мультикультурное население Молдавии в основном объединяется единой принадлежностью к православию. Во-вторых, в течение нескольких сотен лет, пока Молдавия была в составе России и Советского Союза, здесь широко распространился русский язык. Поэтому, будучи населенными разными по языку народами, в культурном плане, в религиозном плане, здесь не было предпосылок для серьезных конфликтов. Тем более, опять же, вот даже если мы говорим в юг, здесь регион Гагаузия, где проживают, казалось бы, тюркоязычные народы, тюрки по происхождению. Но Гагаузы в плане культуры и религии, опять же, мало чем отличаются от своих соседей. Болгар, русских, украинцев, молдаван. Ну и то же самое можно сказать об Украине. Естественно, восточнославянский народ непосредственно вместе с белорусами, украинцы и русские составляли, являются потомками населения, единого населения восточнославянского Древней Руси. Опять же, о каких, ну за исключением регионов Западной Украины, в культурном плане разделить их всегда было очень сложно. И вот здесь мы видим, что с разницей буквально в 20 лет, в начале 90-х Молдавии, и начиная с 2014 года на Украине, возникают вооруженные конфликты. Казалось бы, причем в значительной мере в основе этих конфликтов изначально лежит вопрос идентичности, вопрос языка. Почему я решил показать вам карту Новороссии? Опять же, здесь кусочек Бессарабии, да, это как раз, если мы говорим о Молдавии и Приднестровье, вот это западная часть Российской империи, с XVIII века, северная Причерноморья, регион, традиционно находившийся, традиционно населенный, скажем так, кочевыми племенами, нагайцами, крымскими татарами, не имевший постоянного земледельческого населения, сколько-нибудь серьезного, до середины XVIII века, после серии русско-турецких войн, становится частью Российской империи. Какова была политика Российской империи здесь, в этих регионах? Во-первых, почему Российская империя так стремилась эти земли приобрести? Потому что это выход к теплым незамерзающим морям, с которым у России всегда была большая проблема, это выход через Азовское Черное море в Средиземное море, возможность торговли тем, что у нас до XX века заменяла нефть, а именно зерном, товарное производство, а где его, собственно, выращивать? Большая часть России – это зона рискованного земледелия, а вот здесь, как раз территория Новороссии, это чернозем, это благоприятный климат, и здесь, возможно, товарное производство зерна. А при этом территории, практически не имевшие постоянного населения, потому что значительная часть нагайцев и крымских татар, после того, как Османская империя, Крымское ханство, Крым вообще в состав, как раз в 1783 году вошел в состав России, а Крымское ханство было ликвидировано, а большая часть кочевого населения эмигрировала на территорию Османской империи. Земли эти освободились, и российское правительство стало привлекать сюда переселенцев. Переселенцев, в первую очередь, конечно, из украинских губерний, из более северных территорий, то есть русские, украинцы, молдаване. Если мы говорим про Бессарабию и, опять же, Новороссию и Крым, то сюда также активно Российская империя привлекала христианское население Балкан, сербы, греки, валахи, даже албанцы. Вот албанские села сохранились в Одесской области до сих пор. Поэтому с самого начала этот регион был многонациональный, как принято сейчас говорить, мультикультурный. Но основанные здесь города, вот вы видите, да, годы основания, начавшиеся середины XIX века индустриализации, активное развитие этих территорий. В XVIII веке для переселенцев представлялись очень серьезные льготы. Они первое время не платили налоги, не служили в армии, не внесли рекордскую повинность. Этот край действительно расцвел. Но расцвел он именно как проект российского государства. Привлеченное сюда население, сохраняя, опять же, собственные традиции, в основном было населением христианским, поэтому все-таки культура юго-востока современной Украины, юго-современной Украины, Молдавии, она примерно одна у всех этих разных народов. И самое главное, конечно, это русский язык. Отсюда мы говорим про русскоязычные диаспоры, потому что и болгарское население, и гагаузы, и греческое население, армянское население, современной юго-восточной Украины, Молдавии, Приднестровья, фактически наравне с родными языками используют русский язык. Что же произошло в начале 90-х годов в Молдавии и чуть позже на Украине? Пришедшие к власти ультра-националистические силы заявили два основных тезиса. Во-первых, что, условно говоря, Украина для украинцев, если мы говорим про Украину, в узком смысле, в этническом, только для тех, кто говорит по-украински, в этнографическом смысле, а если мы говорим о Молдавии, то здесь вообще ситуация в каком-то плане даже анекдотичная, потому что националистические силы, пришедшие в Молдавии в начале 90-х годов, отрицали само существование молдаван. Они объявили, было заявлено, что Молдавия – это на самом деле территория Румынии, Молдавания – это румыны, хотя на самом деле этноним Молдаванием известен с 14-15 века, а термин «румын» появился как искусственный термин уже в 19 веке. Но, тем не менее, было объявлено, что Молдавия должна стать частью Румынии, а все те, кто не говорят на румынском языке, являются иммигрантами, дело даже не иммигрантами, а оккупантами, колонизаторами, пришельцами, людьми, не имеющими никаких прав на этой территории. Это для, напомню, населения Новороссии с ее русскоязычием традиционным было совершенно невероятным в политическом плане термином, который вызвал в мирных республиках, если мы говорим о Молдавии, то, в первую очередь, в Приднестровье и на юге в Гагаузии, взрыв этнической мобилизации, контрмобилизации, который закончился, собственно, созданием гагаузской автономии. Сейчас я более подробно на карте покажу, как выглядит современная Молдавия. И, в общем-то, непризнанным Приднестровьем, под Днестровской Молдавской Республикой, которая, кстати, в названии которой термин «молдавская» сохраняется, при том, что большая часть населения сегодня уже здесь получила российское гражданство и говорит, и основной язык здесь русский, население примерно из трех частей. Около 250 тысяч человек здесь живет, и треть из них говорит по-русски, треть из них, точнее, в этническом плане русские, треть украинцы, треть молдаване. На юге, вот видите, такая разрозненная территория, даже единых административных границ нет. Это, собственно, гагаузия, которая в 1994 году здесь появилась в результате все-таки достигнутого соглашения с Кишиневым. Хотя в начале 90-х, вот мы сегодня говорили про референдум, Молдавия, после того, как в 1989 году Молдавия объявила курс на выход из состава СССР, и в 1990-м фактически это произошло, еще до Беловежских соглашений уже Кишинев себя не считал никак связанным с Москвой, гагаузы, вот гагаузы, болгары, русские жители юга Молдавии объявили, провели свой референдум, создали гагаузскую автономную советскую социалистическую республику и до сих пор считают, что они из состава СССР не выходили. То есть политический, казалось бы, языковой вопрос перешел, исторический вопрос, кто здесь коренной, кто не коренной, какой язык должен быть государственным, перешел уже в стадию политического создания политических государственных образований, которые существуют до сих пор. Если мы говорим про территорию Украины, современной Украины, то здесь как бы ситуация, произошла такая отложенная история, тогда в начале 90-х, слава богу, здравый смысл восторжествовал, и кровавого конфликта удалось избежать, хотя вот карта это из англоязычного источника, вот здесь границы вы видите, да, это, соответственно, Крым сейчас уже с точки зрения российского законодательства, это часть, естественно, России, вот. Но здесь вы видите по состоянию на 2014 год распространение основных языков. И зона конфликта, вот это как раз Донбасс, и здесь русский язык продолжает сохранять свои лидирующие позиции. Крым и, соответственно, юго-восточная территория. Вот здесь на карте современной Украины выделена историческая Новороссия. Территория, где распространено Украина-русское двуязычие. А вот Донбасс и до 2014 года Крым, который входил в состав Украины до 2014 года, здесь в основном говорили на русском языке. И в начале 90-х годов украинские националисты тогда к власти напрямую не пришли. Хотя знаменитые, вот так печально знаменитые поезда «дружбы», в кавычках, когда украинские националисты из Львова, Западной Украины приезжали в Крым, Севастополь, устраивали там публичные марши. И попытки приехать в Донецк тогда были пресечены, хотя они пытались это тоже делать. Но в Крыму они пытались демонстрировать местному населению, что с каким бы стороной, с каким бы языком они себя не ассоциировали, им всем придется стать украинцами. В узком этническом смысле этого слова. Поэтому эта политика жесткой украинизации, отказа от массового наступления на права русского языка привела к тому, что 20 лет спустя все-таки эта ситуация языковая вылилась в политический конфликт, в вооруженный конфликт на востоке Украины. Ну а Крым тогда просто в 2014 году вошел в состав России. Если говорить о численности, то в 1989 году на Украине по переписи 1989 года было порядка 11 миллионов русских. А последняя на данный момент перепись 2001 года показывает сокращение до 8 миллионов. То есть 3 с лишним миллиона как бы исчезло. Но даже с учетом низкой рождаемости, высокой смертности, иммиграции невозможно объяснить это вот как естественным сокращением. Проводившаяся политика в последние годы, особенно усиливавшаяся наступление на права русского языка, и особенно, это важно, политика демонизации России создала для русского усиления Украины. Важно отметить, что вот если мы говорим о этнических меньшинствах, то это понятие не столько демографическое, сколько социально-психологическое. Для того, чтобы люди чувствовали себя этническим меньшинством, они должны чувствовать свое, скажем так, подчиненное, нестатусное значение, должны подвергаться определенной дискриминации. Потому что этническое меньшинство – это в первую очередь термин, обозначающий такое вот положение приниженное, скажем так. С учетом рассказа о том, что здесь исторически существовало, то есть единая история в составе России, традиционное распространение широкого русского языка, привело к тому, что не составляя этнического большинства, русские никогда себя на юго-востоке Украины, на юге Украины не чувствовали меньшинством. То есть как бы не чувствовали себя некой диаспорой. Это также сторожительское население. У меня сейчас нет возможности более подробно рассказывать. Но начиная с XVIII века русские и крестьяне украинские вместе осваивали эти территории. И поэтому говорить, что здесь вот кто-то коренной, а кто-то не коренной, это совершенно с исторической точки зрения не лепится. И вообще надо, кстати, отметить, что термин коренной очень часто в СМИ используется. Коренная национальность, не коренная. С этим нам, историкам, нужно быть очень осторожным, потому что имеется конвенция международной организации труда 1989 года, которая четко определяет, что такое коренные народы. Это аборигенные народы, ведущие племенной образ жизни, то есть занимающиеся традиционными видами хозяйственной деятельности. Это малочисленные аборигенные народы. Ну, к таковым относятся, например, Саамы на севере Европы, Финляндии или народы дальнего севера России. Коренные малочисленные народы, которые ведут традиционный племенной образ жизни, находятся под риском исчезновения перед угрозой глобализации. Вот их можно называть коренными. В отношении же народов более крупных, имеющих собственную государственность, тем более используется, более корректно использовать термин титульный-нетитульный. И вот вопрос титульности-нетитульности в советское время все-таки не так остро стоял, как после 1991 года, потому что даже существовавшее возмущение, например, если мы говорим о Крыме, то 1956 год, передача Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики, а до этого в 20-х годах Донбасс был передан из РСФСР, вот территории Донбасса, мы здесь видим, они как бы относились к Новороссии, это индустриальный промышленный центр Российской империи, передан в состав Украинской Советской Социалистической Республики, которая появилась только в 1918 году после революции, естественно. До революции никаких этнических образований в современном плане не было, были губернии, Малороссии, губернии, населенные украинским населением. Но вот здесь существовала Украинская Народная Республика, это современная как бы центральная Украина, а Юго-Восток, включая Харьков и, соответственно, большую часть Юго-Восточной Украины, включая Донецк и Луганск, это Донецко-Криворожская Республика, которая существовала отдельно и которая была вот до 1919 года существовала, потом была присоединена решением из Москвы к Советской Украине, но и в 1920-е годы, и в 1930-е, соответственно, местные даже партийные организации, партийные активисты, они как бы часто были не согласны с этим решением. Но так или иначе, особенно после Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, когда вот эти интеграционные процессы в Советском Союзе действительно набрали обороты, для Украины и Молдавии вопрос титульности-нетитульности не был столь острым. То есть русское население, а после Второй мировой войны, если мы говорим, например, о Приднестровье и Молдавии, численность русского населения увеличивается в разы за счет того, что сюда едут преподаватели, учителя, врачи, то есть квалифицированные кадры со своими семьями, которые остаются здесь, прибавляясь к тому старожильческому русскому населению, которое здесь существовало еще с 18-19 века. Таким образом, даже психологически заявление националистов, этнических националистов в начале 90-х годов о том, что, ну как вот, допустим, было провозглашено в начале 90-х, Народный фронт в конце 80-х провозгласил буквально вот такие лозунги, евреев в Днестр, русских за Днестр, то есть фактически была провозглашена для многонациональной республики со сложным этническим составом, была провозглашена концепция моноэтнического государства и самое что страшное монокультурного. Еще более нелепо это выглядит в отношении, вот подобная политика выглядит в отношении современной Украины. Вот здесь мы с вами видим несколько карт по переписи, ну на Украине перепись с 2001 года не проводилась, поэтому в основном оперируем вот этими цифрами. Это по переписи доля распространения, соответственно, родных языков, да, то есть вот большая часть Украины, как мы видим, да, абсолютное большинство этнические украинцы, красное вкрапление это русские, венгры на юго, самом на юго-западе в Закарпатье и вот это как раз часть того самого разделенного в советское время этнографическими границами Баджака. Видите, здесь просто такое лоскутное одеяло, потому что здесь и русские, и болгары, и бигаузы, и, как я уже говорил, албанцы, то есть население очень-очень-очень многокультурное. Но при этом мы видим, да, в основном синий массив, это украинцы, казалось бы, ну абсолютное большинство. Но когда мы смотрим это, между прочим, исследование Киевского национально-мунистического университета еще 2009 года, мы видим распространение домашних языков, то есть языков, на которых люди говорят дома. Одно дело в официальных социологических опросах, в переписи указывать себя, допустим, украинцам, а другое дело, когда мы начинаем смотреть на то, на каких языках люди говорят и, самое главное, думают, потому что одно дело наше официальное поведение, другое дело, как мы чувствуем себя дома, на чем мы говорим, на каком языке мы говорим. И здесь мы видим, что картинка совершенно другая. Вот зона распространения абсолютного украиноязычия, на самом деле, это вот несколько западноукраинских областей. Практически весь Юго-Восток говорит и думает по-русски, вне зависимости от национальности. Это, кстати, тоже важно. И вот центральная Украина – это зона Суржика. Ну, для тех студентов, которые, для иностранцев, поясню, что Суржик – это такое смешанные украино-русские говоры, то есть фактически, ну, смешанная украино-русская, зона украино-русского двуязычия, скажем так, проще. Вот здесь как раз уже вот эти политические языковые границы проведены значительно больше. Мы видим, как за 10 лет буквально изменилась ситуация, когда украинский язык стал доминировать и в центральной части Украины в постсоветское время, сразу после распада Советского Союза, картина была другая. Но, тем не менее, Восток Украины, конечно, продолжал говорить и думать по-русски. Ну, вот что интересно. Казалось бы, вот это данные опросов, они совершенно свежие, то есть это после 2015 года, уже после Майдана. Это сравнение популярности языков на основании самого важного в нашей жизни – интернета. Язык интернет-запросов, мы видим, это вот синий, это интернет-запросы на русском, по слову новости, да, либо мы новости ищем в Гугле, Янексе, неважно, где забивать, называя новости по-русски, либо новини по-украински. И мы опять же видим, что раздел даже не посередине, да, Украины. То есть значительная часть центральной, практически подавляющая часть юго-восточной Украины продолжает пользоваться в основном русским языком. Что же при этом в политическом плане, если мы говорим о, как было озвучено, да, в теме лекции, о политике, как бы, скажем, адаптации, ассимиляции. В советское время зачастую представители смешанных браков, например, в русско-украинских, в русско-молдавских семьях записывались русскими. Потому что, когда я во время своих полевых исследований, например, в Молдавии про это спрашивал, там, у гаузов, у молдаван, чему вот вы из смешанных семей записывались, вас кто-то заставлял. Это был вопрос статуса. Естественно, никакого политического давления не было. Просто это было стремление подчеркнуть более высокий социальный статус. Вот если мы говорим про Молдавию, то здесь из порядка 4 миллионов было население, да, советской Молдавии, всего лишь около 500 тысяч русских. Но это в основном люди с высшим образованием, учителя, ученые, военные, занимающие статусные позиции. И, условно говоря, причислять себя к этой этнической группе означало, это было модно. И наоборот. Примерно та же самая ситуация была на Украине. На Восточной Украине особенно много смешанных браков. Тут вообще очень сложно границу провести между русскими и украинцами. И в основном здесь в советское время, опять же, люди из смешанных браков записывались русскими. Хотя были жителями советской Украины. Потому что, опять же, в основном говорили по-русски. И как-то вот казалось, что статус таким образом повышается. После 91-го года происходит два процесса. Во-первых, возникают новые независимые государства, Молдавия и Украина. Возникает новый исторический нарратив. Да, и мы помним, как строилась идеология дружбы народа в Советском Союзе. Что есть великий русский народ, братский. И, соответственно, который в Советском Союзе является таким связующим звеном для всех остальных национальностей. Оказывает братскую помощь. Ну, понятно, как старший брат даже вот такой термин использовался. И поэтому в официальном нарративе это было положительно. То есть негатива в этом плане не было. А после 91-го года с приходом националистов к власти и усилением националистического дискорса, например, в Украине, постоянно вводится в массовое сознание идея, что Россия – это враг, Россия – это оккупант. И, соответственно, те, и этнические русские, и вообще те, кто говорят по-русски, это как бы враги. То есть это внутренняя пятая колонна. Естественно, в таких условиях в основном мы видим две модели. Первая модель – это максимальная мобилизация, как то, что мы видели в Приднестровье. Да, в Приднестровье – это узкая полоска земли. Чем она еще, кстати, характерна для Молдавии? В основном Молдавия – аграрный, сельский регион. А вот вся промышленность Молдавской республики, она была сосредоточена за Днестром, как раз в Приднестровье. Дело в том, что территория Молдавии, она после 1917 года, после распада Российской империи, была до 1940-го присоединена, аннексирована Румынией. А Советская Молдавская республика, автономная, в составе Украины, была как раз создана на побережье Днестровье в Приднестровье. То есть вот с 1917 по 1940 год Советская, было две как бы Молдавии – Румынская Молдавия и Советская Молдавия. Вот здесь она как раз в Приднестровье была создана. Здесь сосредоточена промышленность, потому что в экономическом плане эти регионы связаны, ну, самым неразрывным образом. И благополучие, а Молдавия в советское время была очень благополучной республикой в экономическом плане. Благополучие, ну, во-первых, на общесоюзных связях, во-вторых, конечно, на мощном, на очень благоприятных природных условиях. Благодаря этому сельское хозяйство молдавское всегда процветало. И промышленный вот этот кластер, как модным современным словом, все это вместе создавало эффект, ощущение крайней успешности. И более того, вот в конце 80-х, начале 90-х были очень популярны лозунги, что давайте избавимся от Советского Союза. Мы нашими там помидорами, виноградом, коньяком завалим всю Европу. Ну, это привело только к самому жесточайшему разочарованию, потому что на рынок-то все это было заточено на общесоюзной и по общесоветским принципам распределения, когда тяжелая промышленность как бы ценилась из-за того, что ее было больше, ценилась меньше, а легкая промышленность, сельская промышленность была дефицитом. И отсюда вот эти иллюзии, что как только мы отделаемся от Москвы, от Советского Союза, мы заживем, значит, вот прекрасно. Но в реальности, естественно, мы видим по всем экономическим показателям только стагнацию и отток населения. Но вот для Приднестровья здесь еще в 1989-1990 году была выбрана модель максимальной мобилизации, отстаивания своих прав вплоть до вооруженного противостояния, в которое это все и вылилось, и благодаря миротворческой роли, без всякого сомнения, России и подразделениям российской армии, которые здесь раскортированы, конфликт удалось остановить. И та же самая ситуация мы видим в Крыму все 90-2000-е годы, мобилизации и отпор местного русского русскоязычного населения к тому нарративу, который идет из Киева, из центра, и мобилизация уже после 2014 года на Донбассе, вылившаяся в создание здесь, ну скажем так, собственного Приднестровья в виде двух республик. Это только одна из стратегий поведения. Для значительной же части русского русскоязычного населения характерна другая модель. Это когда вот нахождение в роли меньшинства, в роли, так скажем, стигматизируемого даже меньшинства, потому что понятно, что если Россия враг, то все кто... Важно, что, например, в современном украинском языке слово «руський», в украинском есть исторически слово «руський», это, между прочим, самоназвание, собственно, всех украинцев, «козак» или «руський», исторически в 16-17 веке. Слово «руський» практически вычеркнуто. А вместо этого жители Украины русской национальности записываются россиянами. То есть, понятно, это чужаки. Фактически подчеркивают, что вы здесь чужие, вы диаспора, вот у вас есть там Россия. Если вам что-то не нравится, то туда вы можете как бы и уезжать. Вот как шутили, что крымчане вот так и поступили, просто вместе со своим полуостровом уехали. Но значительная часть населения центральной и юго-восточной Украины вела себя по-другому. Вот в промежуток между переписями 1989-2001 года мы видим убыль русских на юго-востоке Украины, тех, кто себя записывал. Донецкая область порядка 500 тысяч, Харьковская 300 тысяч, Одесса 200 тысяч, 300 тысяч Дмитрия Петровская. Ну вот сотни тысяч людей, сотни тысяч русских как бы исчезли. При этом это не совпадает, да, Украина, как и Россия, как и многие другие республики Советского Союза испытывала демографические проблемы и население уменьшалось, но не такими темпами. Дело в том, что доля украинцев при этом примерно на такие же числа выросла. Люди, которые раньше, допустим, из украино-русских семей смешанных, почувствовав вот этот негатив, выбирали для себя другой пункт. Просто отказаться от собственной русскости, записаться в украинцы, и таким образом постепенно ситуация приобрела такой характер, когда казалось бы, что вот здесь зона такого этнического распространения сплошного украинца. Но люди-то эти, записываясь с украинцами, продолжали думать и искать даже информацию в интернете по-русски. И таким образом, вот еще одно проявление этого постсоветского, характерное для постсоветской Украины, это возникновение русскоязычных националистов, украинских националистов, когда люди, чьи дедушки, бабушки говорили, думали по-русски, и были нормальными, скажем так, советскими гражданами, воевали в годы Великой Отечественной войны на стороне, естественно, Красной армии, а их внуки уже маршируют с эсэсовскими знаменами, выбривают себе оселедец, как у казаков, и требуют, значит, вот, скандируют лозунги типа «москалей на ножи», хотя сами они с этнографической точки зрения скорее относятся к русским, чем к украинцам в таком классическом западноукраинском понимании. Это вот такая модель. Мы видим, что главный вывод, который я бы хотел сегодня сделать, это то, что этническая идентичность, этническое самосознание, особенно в современных условиях, вещь очень хрупкая. То, что казалось раньше незыблемым, что, ну, если у человека есть национальность, если он родился кем-то в национальности, поменять он это не может. Оказывается, даже может, и это не единичный выбор каких-то там уникумов, индивидуумов. В определенных условиях самосознание меняется у сотен тысяч, если не миллионов людей. При этом, опять же, казалось бы, ну, это победа, успех, да, украинизация. Мы видим, что, значит, вот распространение, что украинский язык все больше и больше распространяется на территории Украины. Но это создает внутренний конфликт, когда часть людей, не имея возможности высказаться, а действительно высказывать какие-то точки зрения отличную от официальной современной Украины, как просто опасность для жизни физически, по крайней мере, по вопросам отношений с Россией, прав русского языка, люди уходят, да, то есть и вопрос идентичности загоняются под пол, что называется, и фактически сегодня у нас нет никакой официальной информации о том, что же произошло с русским населением после 2014 года, сколько сегодня русских проживает на Украине. многие бы, наверное, сегодня из тех людей, которые бы еще в 2013 году записали себя в русский, сегодня бы испугались просто это сделать. Но вот внутренний раскол в обществе, он только продолжает нарастать, и мы это видим вот по той самой, да, карте языковых запросов. То есть отказа, боясь называть себя русскими, стараясь быть большими украинцами, чем самые украинцы. Собственно, русскоязычные граждане Украины продолжают думать и мыслить по-русски, и фактически это ведет еще к дальнейшему усилению раскола в обществе, а самое печальное – к усугублению дезинтеграции и в рамках, собственно, постсоветской Украины. Ну и, конечно, если мы видим общемировые тенденции к глобализации, усилению межрегионального сотрудничества, и на примере Евросоюза, и постсоветские пространства знают примеры, в общем-то, удачных интеграционных проектов типа того же самого Евразийского союза или ШОС, то вот обратные примеры, они показывают, что… а ведь все это происходило в 2014 году под лозунгами интеграции в Европу, хотя то, что мы видим сегодня происходит, противоречит всем европейским представлениям о правах меньшинств, о демократии, и не приближаясь, естественно, в политическом, в культурном плане к возделенной цели, потому что географически невозможно, географический детерминизм отменить невозможно, и придется жить рядом с Россией, а не рядом с Бельгией, вот такова судьба, и это приводит к тому, что не становясь частью, безусловно, Западной Европы, это невозможно, Украина и Молдавия, в том числе, все 92-тысячные годы, все больше и больше вываливалось из региональных связей. Ну, коллеги, да, на этом, это, собственно, был главный вывод из всей этой истории. Надеюсь, что вы для себя что-то полезное подчеркнули. Благодарю за внимание. Никита Владимирович, спасибо. Спасибо огромное за лекцию. Может быть, да, будут вопросы у нас. Добрый вечер, коллеги, меня зовут Назим Абдулаев, гемо-аспирант. Спасибо вам за лекцию. Я хотел бы задать несколько вопросов, если у нас есть пять минут в рамках дискуссии. Я хотел вас спросить, насколько объективны и корректны аргументы и карты, которые вы приводили по поводу того, как гуглят и как думают люди на Украине, принимая во внимание тот факт, что у нас у всех общее советское прошлое, и не так давно все это развалилось. Этот шлейф все-таки тянется, и мы все знаем русский язык, говорим на нем, и более, так скажем, квалифицированное население, оно все же будет искать информацию скорее на русском языке, и на английском, чем на украинском, потому что это очень, во-первых, богатый язык, а во-вторых, на нем очень много информации, больше. Все архивные факты, много данных, они велись на русском языке, поэтому это проще гуглить, проще искать, и сознание людей, 30-летних, которые работоспособные, молодое, ну это же 20, 30, 40 лет, эти люди думают, говорят на русском предпочтительнее, потому что общее прошлое имеют, советское, когда русский язык был в добровольно-принудительном порядке во всем Советском Союзе использован. И не для того, чтобы разразить какую-то полемику, просто обсудить, если можно, просто я проследил, если я не прав, исправьте, какой-то баш на баш, потому что, когда мы обвиняем, ну не обвиняем, может ваши риторики использовались, националисты, русские, москали, вот такая риторика, на это, когда мы отвечаем похоже, то эта риторика, она не созидательна, она не примирительна, мы как бы ищем виноватого, что мешает нам все-таки найти общий язык, и жить как люди, независимо от нашего вероисповедания и национальности. Вот, и извините, если я третий вопрос сразу дам, или может по очереди? Ну, как удобно. Тогда скажу сразу. Мы понимаем, многие, с какой целью были оставлены те или иные горячие точки на нашей постсоветской карте. Кому это было выгодно, для чего, что мешает нам в современном мире все-таки найти решение этим конфликтом, а порой даже мы видим еще большую эскалацию этих ворошим, эти раны еще больше, что приводит к большим проблемам. Спасибо. Спасибо большое за вопросы. Они действительно весьма актуально интересны. Проблема в том, что ответ на эти вопросы может вылиться во вторую лекцию, а такой возможности уже нет. Я поэтому постараюсь ответить максимально коротко. Первый вопрос насчет корректности данных. Ну, во-первых, данные, как вы видите, которые я показывал, они не только из российских источников, но в том числе и данные исследований украинских коллег еще до 2014 года и в том числе из европейских источников, англоязычных источников. Поэтому вопрос на самом деле сложный, потому что ведь говорить о том, что с момента распада Советского Союза прошло уже 30 лет. Выросло уже не одно поколение. То есть вот эти разговоры, что ну вот это есть старое советское поколение, они так выросли, им удобно на этом языке говорить, а на самом деле молодежь уже вопрос не языковых прав, а там бытового удобства. Но вот у меня есть возможность, поскольку часть родственников живет в Киеве, я собственно с детства в этом городе бывал достаточно часто, я просто своими глазами видел, как новые-новые поколения уже казалось бы независимой Украины, уже совершенно другая риторика, уже в школах русский язык все больше и больше сокращается. Объективно, ну по крайней мере в Киеве не так много людей стремилось ехать, скажем так, в Россию, а в основном действительно на Запад, в Америку. Но с каждым новым поколением молодежь все равно продолжала оставаться русскоязычной. Даже сейчас недавно интернет, как сейчас принято говорить, порвали ролики молодых буквально 16-15-летних украинок, которые, ну жительниц Украины, которые требовали отстать от них с новой, да, и потому что они хотят говорить на том языке, на котором им удобно. Но говорить, что это влияние Советского Союза, который все, значит, еще держит, наверное, это все-таки что-то более глубокое. Что касается национализм, безусловно, он, безусловно, усиление вот этих самых. Дело в том, что национализм существует, конечно, везде. И в России тоже, и на всем постсоветском пространстве. Но все-таки примеры Молдавии, особенно в начале 90-х, и современной Украины показывают, что когда эта идеология становится господствующей и вообще никак, что называется, не ограничивается, то на ровном месте, вот опять же, если сравнивать, да, были в Советском Союзе конфликты, ну, как бы такие заложенные бомбы, да, такие регионы, как тот же самый Карабах, как Перганах, где все-таки, ну, долгие исторические корни конфликта, и в Приднестровье, и на Украине. Таких конфликтов исторически никогда не было, то есть здесь вот таких вот территорий, земли, за которую бы два разных этноса как-то воевали, это просто отсутствовало. Соответственно, главный посыл, что вот такой ничем не сдерживаемый национализм буквально за несколько десятков лет создает фактически на ровном месте вооруженный конфликт, потому что еще в 2004 году, когда я студентам собирал материалы по Крыму, в Киеве общался с коллегами, они говорили, что у нас здесь, на Украине, да, тогда как раз был первый Майдан, и сторонники Януковича там что-то со сторонниками Ющенко толкались в Киеве, да, тогда украинские политики, в смысле историки, политологи мне говорили, что у нас здесь никогда войны не будет, ну, потолкаются, разойдутся, мы тут все одни народ, вы тут нам со своими мерками не лезьте. Но выросло одно поколение 10 лет, и мы видим вооруженный конфликт, который никак не исчерпывается исключительно, допустим, в Крымской повестке, он перекинулся и на другие территории. Поэтому, что мешает эти конфликты решать, хотя, опять же, та же самая Европа, куда многие наши подсоветские коллеги так сильно стремятся, она знает примеры решения, конфликт, та же самая, вот Бельгия, она двуязычная, страна состоит из двух общин, в Абалоне франкоязычной, фламандцы, германоязычной. Таких примеров можно немало найти в Европе, когда действительно находятся мирные решения и когда за счет такого разумного подхода к реализации прав титульных наций и меньшинств на сохранение языка, на развитие языка, вот, что мешает, ну, это вопрос риторический. Спасибо большое за содержательный ответ. У нас регламент, и еще раз напоминаю, да, к сожалению, для дискуссий, и сейчас будет небольшое объявление по поводу нашей дальнейшей работы. Добрый день, еще раз добрый день, уважаемые участники зимней школы. Напоминаю, что у нас сегодня с вами вечером состоится. Спасибо.